Ну что, считаю, что проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Играли на расстоянии, не знаю, планировали с тем по-другому играть. Думаю, может быть, много эмоций оставили в Бресте. Ну, что поделать, результат налицо. Те моменты, что были, мы не хризовали, а две грубейшие ошибки в обороне они привели. Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне. Пожалуйста, коллеги, представляемся, по-другому уроку. Брест Ларис, можно чуть круче, пожалуйста. Еще раз. Вы сказали, что если команда играет на 2-0, то всегда значит поражение. Ибо сейчас этот случай. Ну, вы поймите, что этот счет, что 1-1, что было бы 0-0 для меня, я наоборот думал, ребята будут более мобилизованные, более выйдут злые. Но, опять же, пустые глаза, пустые. Видно, очень много эмоций мы отдали в последнее время, в последних матчах. Следующий вопрос. Хотел попросить вас рассуждать на эту тему, взглянув глазами в болельщика, но ответил как тренер. Как называют, на биле с прекрасной победой над Синитом. Мы тогда говорили, что у нас будет такого стадиона, как Динамо, и такой победы не было. И говорили о том, что, в принципе, это не плохо, чтобы в Ксиминске было, как же такое, как Ксиша. Когда на бейсбол приходят за 3-4 часа до матча, люди отдыхают. И вопрос хотел бы узнать, как думаете, а соответствует ли играть Динамо на конкретном сегодняшний день к тому, чтобы играть на каком-то сделать? Сегодня нет. Сегодня нет. Если вы с Динамо немножко знакомы, в плане, какая подготовка была у команды, что здесь творилось. Сегодня мы пожинаем плоды. Поверьте мне, чтоб ты не просил, если... Нельзя подготовить человека за... Если я вижу, что соперник во всех матчах, где бы мы даже на Белоруссии играя, против белорусских команд, везде соперник быстрее, больше подборов выигрывает. Единоборство, они тоже решают матч. А если у тебя нету... Нет, ты не подготовлен, то никакое мастерство тебе не поможет. В первую очередь должна быть подготовка, а потом уже на подготовке ты можешь оттачивать мастерство. А если ты не готов, то как ты можешь мастерство оттачивать? Я же вижу, там игрока дает передачу, у него даже сил нету, чтобы мяч быстро двигался. Обыграть. Чтобы обыграть, что вам нужно? Как вы думаете? Чтобы обыграть. Ну как вы думаете? А от меня? Чтобы обыграть, нужна сила. Любой прыжок вверх – это что? Сила. Любое единоборство – это сила. Но если ее нет, что ты сделаешь? Ты, может быть, раньше-то это и выполнил бы. Ашина-то сдуты. Поэтому до меня закономерен. Я прекрасно понимаю, знаю. Мы эти матчи, которые мы вырвали на характере. Но нельзя постоянно выиграть только на характере. Даже если у тебя будет мастерство, но у тебя не будет подготовки, ты никого не обыграешь. Все закономерно. Следующий вопрос. Спасибо. На всякий вопрос, что вы положите на цену, мне кажется, что газон «Динамо» и сказали, что команде не нужно сзади, а не поменять, вместо того, что я хочу сказать, что я хочу. Но сегодня показалось, что из-за газонов, которые на должности и плотников мы верим на даму с комплекцией «Белоно» в «Анкре» и в «Динамо» А мы на разных полях играли с соперником. Я даже не знаю, что вам ответить. Так это как и в «Нон комит». Пусть и ложное, но сообщение про пожарную тревогу вызвало небольшое такое смятение, а у них вам как тренеры, пусть и находящиеся на трайве, даже в игре, как вы воспринимали эту информацию, что делается сейчас? Наверное, вы команды придет. Какие у вас вопросы? Первый раз слышно. А вы не слышали про пожарную тревогу? Я говорю, первый раз слышно. Серьезно, первый раз слышно. Следующий вопрос. С одной стороны, вы правильно говорите, что сейчас уже не будет болеть головатым, как участвовать в последних двух матчах. Хотя я уверен, что те вот ребята, которые бы сейчас мы могли бы дозаявить, мы бы усилились бы этим, вот этими футболистами. Плюс уже и Данила начал так, ну, уже работать. Вот. Но, чтобы не произошло, но может быть это и к лучшему, что сейчас у нас будет хорошая подготовка, потому что надо набирать функционально и вторую часть чемпионата нужно сыграть значительно сильнее, чем мы провели первую. Следующий вопрос. Есть. Очень рада, вы говорили про Патай, и есть мы в старте, и это был мой вопрос, то, что Патай и Слова в старте, это ваша нервная рука или, наверное, в следствии короткой скамейки, и еще один вопрос про Патай, есть ли какая-то система в штабах, в команде, то есть мой понимай человек, первый должен быть в таком состоянии. Правда. Ну, я с вами не соглашусь, по мне Фатай, он очень много цеплялся за мячи, он хорошо выглядел, он сейчас выглядит лучше, чем все наши нападающие, Фатай, именно. Он много предлагал, много борьбы вел, много цеплялся, у него не было поддержки из глубины, с этим я согласен, это тот же Зубович выпал, Белонок, он тоже игрок более индивидуальный, когда есть пространство. В командной игре его пока очень сложно, потому что он не понимает вообще, что он должен. Вы поймите, что ты на макете можешь показать, что хочешь, а сознание приходит только через каждодневную работу, через каждодневные упражнения, тогда у тебя вырабатывается автоматизм. А на поле они выходят, у них все, голова кругом идет. Но это надо немножко в шкуре спортсмена побыть, футболиста, тогда это понятно. Извините, можно еще? Что я сказал, что мы должны с этого матча вынести, сделать выводы, что в футболе побед не бывает без поражений. И не надо горевать, надо просто... Мы сейчас видим, где мы находимся, видим, какое у нас состояние, поэтому надо просто еще больше работать, еще больше отдаваться. Только через это может прийти результат. И вы помните, я знаю, что в том году, я считаю, что мы лейпайбу прошли даже без сомнений. Прошли бы эту команду, у меня даже вообще нет сомнений. Ну, что поделаешь. Год на год не приходится. Ты эмоциями ничем не поможешь. Просто надо работать. Сейчас у нас будет хорошая пауза, чтобы к ней подготовиться вот к заключительному отрезку. Надо, да, проанализировать, хотя до меня и так все понятно. Ну, сейчас придут новички, нужно именно вот через... сыграться. еще достаточно много матчей. Кубок Беларуси и чемпионат еще не закончен, не завершен. Нам надо делать все возможное, чтобы... последний фраза не расслышан. на атаку? А, именно так? Не, на эту игру я его поставил, потому что серьезно, я уже видел, что Копленко уже на изнеможении. Реально. Во-первых, маленькие люди не более живучи. Вот. И Копленко уже очень тяжело было. Я это и по Бресту видел, и вот эти переезды, все для него очень было тяжело. И Динка я опустил вниз, чтобы он больше вел игру. и выпустил таких номинальных три игрока на атаку. Более таких атакующих, чтобы... Но, опять же, у нас не получилось, потому что... Ну, кое-кто выпал, и не получилось у нас играть на атаку. Как вам кажется, Треботич Транси все равно? Что, Треботич? Не, я считаю, что он неплохо, если он бы... Опять же, игроки атаки, они все зависимы. игроки атаки. И чтобы делать там те же стартеры в киноскорости, должен быть готов, чтобы их делать. Понимаете? Они не просто так бегут, открываются в недодачу. Не открываются в недодачу, потому что, чтобы открыться в недодачу и за спину, у тебя должны быть силы, чтобы туда побежать. вернуть, вот, если, что, что, на самом деле, что командиры перевели, после, после, вы все но руки не опустили если вы видели ребята до конца хотели забить хотели переломить верили в это и в конце мы гол забили и моменты были у нас там но я не скажу что ребята опустили руки они до конца верили в победу еще вопросы и те игроки кто выходили они выходили на так то есть я выпускал таких крайних нападающих чтобы они больше шли на обострение чтобы не соглашусь я ребятам объяснял что этот прозевал старший цов то есть если бы сыграл бы тактически правильно заблокировал не было бы этого мяча то есть и шло открывание ему в отвал за спину он в этот момент смотрел за игрой а когда пошла передача он стал двигаться и понятно что проиграл старт поэтому я бывает во время матчей это что же идет как обучение игроков чтобы они не просто футбол смотрели чтобы они видели ошибки видели молочь